Это было самое важное, не его ученики, которые излагали в Евангелии, а его само Слово. Не хотят, чтобы слышали. Забавно? Ну ладно, продолжим дальше. Что можно сказать о Кастанине в учении Дона Хуана? Ну, если вы читали, кто читал эту книжку, но могу сказать следующее, досадно, не грустно, потому что, извините, любой наркоман может стать Дон Хуана, Кастаниной, понимаете? Дело в том, что если шаманы, американские индейцы, или не только сибирские шаманы, используют наркотики, бухоморные и так далее, неважно, чтобы открыть свои мозги таким образом и кое-что увидеть, поверьте, особо хорошего они там ничего не видят. И в этой книге «Учение Дона Хуана» там показывают, что там действительно хорошего он ничего не видит. Такое же там учение. Там нет никакого учения, в принципе. Опять-таки, кто-то раздул специально неизвестно что, потому что там никакого учения нет, а писатель поехал туда, как он стрелял, как-то его принял, не принял, как там он ему дал этот кактус, попробовать, как ему выше было, как он мне очнулся неизвестно где, и несколько раз. И каждый раз, что в следующий раз, он может вообще не очнулся. И это называется учение. Ну, извините, у меня к этому особо не. Это просто, опять-таки, ловушка черных, чтобы увлечь людей в другую сторону. Потому что мне приходилось быть на одной конференции, где я там шаманом из Колумбии был. Шаман один, у меня на природе есть какие-то задатки. И знаете, так вот, ну, уже от наркотиков видно уже немножко плывет. Вы знаете, когда иногда вот это возьмешь, ты иногда видишь животных, это уже нет. Ну, астральные, понимаете, вымершие сущности. И это как великое откровение. Вот это, что они видят. Вот это уровень. Одна из моих студенток там была женщина, очень умная женщина, женщина, которая с детства приезжала к клану, одного из пяти кланов, посвященных Вуду. То есть она имела высшее посвящение, как Чихо Вуд, то есть вождь Вуду. Кланов змеи, и так далее, и так далее. Ее там жуткие, когда там, эмиградцы, когда через смерть, там, добровольная жертва, ей даже пять лет, она держала нож, и женщина, добровольная жертва, сама села на нож, ну, проткнув свое сердце, и тем самым открыла ей дорогу. И долго не приходилось ей немножко объяснять, она не глупый человек, но когда я объяснил, что те вот существа, ну, которых я немножко прислал к ней, вот если вы читал рассеклых заглавок, что астральных паразитов привлекают, и те решают для них какие-то задачи, забирая его много раз больше. Я долго объяснял, что вот то, что она отдаёт, она имеет потенциал гораздо больше, отдаёт тому больше, а он отдаёт на миллион, а получает в размере один доллар. Я говорю, ну, какой смысл это делать, это же не глупо. Ну, короче, она, когда она созрелась, она говорит, а ты можешь убрать мину? Ну, если ты хочешь, я могу, я убрал. Ну, так и потом, как на неё нападали эти, которые я отключил от неё, она поняла, что это действительно, что это паразиты, которые... Так вот, вся вот эта именно магия, основанная на наркотиках, на вот таких вещах, она, к сожалению, относится к чёрной, в большинстве случаев. Да, если что-то делается доброе, только через чёрные силы, через паразитические силы. То есть, в любом случае, отпечаток несёт не то, что нужно. Поэтому, понимаете, старайтесь не поддаваться, так сказать, оболванию, которые пытаются всех оболванить, тем, что, типа, раздувая Турсову Бловацкую, того же самого Кастаньедов, других. А что они... Понимаете, прочитав книгу, вот такую книгу Бловацкую, можно сказать двумя словами всё, что написано. Только для того, чтобы... Скажите двумя словами, нужно понимать, что выбрать из этого хаоса суть. Если это понимаете, вы... А зачем тогда читать, правильно? А если вы не понимаете, то вы погружились туда, вы полностью утонете. И никуда не придёте. Что и происходит с теми, кто туда погружается. Поэтому мой совет. Очень осторожно, потому что любые наркотики... Да, наркотики открывают дверь на другой уровень. Но это, знаете, когда организм включает режим, экстренный режим самосохранения, для того, чтобы уничтожить наркотик, это убивает вас, то, извините, это насильно... Знаете, как... Вот некоторые сидят и любят галстуки. А знаете, кто такое галстуки? Нет, природа всё. Знаете, кто? Ну, кто не знает? Объясню. Это у Иудея высший знак духовной власти. То есть тогда во все Иудеи ходил только один человек с таким ошейником, петлёй. Каган. И знаете, как это делалось? Кто-то должен был каганом, специальный был человек, по которому его специально душил удавкой, вводил в состояние клинической смерти, любым словом. И потом, через некоторое время, удавка отпускал, и человек возвращался к жизни. Выход из тела, сущный вход. И он говорил, выходя туда, я увидел, что нужно делать, я пробуду править там 10 лет или 7 лет, и так далее, и вот я... И он после этого ходил по своей стране с этой удавкой. Это было символом высшей власти. Находил срок, и его удавливали. Вот это вот есть, как говорится, прошлое галстука. На сегодняшнем галстуке. Может, самоприводный вид. Ну, это совсем... Извините, только напиши, что вы добровольно согласились. Я сделаю ту же самую процедуру с вами, с ним галстук. Та же самая цель. Это просто атрибут одежды сейчас. Извините, это попуганничный, потому что только ее деятельность, или это кто-то увидел? Ага. Я тоже хочу быть важным. Лучше галстук на резиночке. Смотрите, какая резинка. Сейчас такие галстуки, они рвутся на это. Я не могу. Спрашивают насчет лечения. Можно использовать настолько на спирту.